Дом 127 на фронт заогорожен не просто так. Люлька поднимает рабочего на крышу, где прошлой ночью горе-художники расписали стену. Вызов спецтехники – дело затратное, но бороться с вандализмом все же необходимо. Зачастую надписи бывают и нецензурного характера, и реклама наркотиков, наркотических веществ. Я считаю, что сильно портит внешний облик района. Поэтому стараемся бороться с этим. А здесь, на Самарской 73-75, красить приходится повторно. Граффити настолько яркие, что один слой краски не спасает. В управляющей компании говорят, самое большое количество рисунков именно в домах разноэтажности. За ними особый контроль. Коммунальщики закрывают вход на крышу, на замок. Но и это не всегда работает. Мы рассматривали всевозможные варианты. Да, действительно, мы по некоторым адресам, где это возможно, растворительно стираем надписи. Но не везде и не всегда это получается. Поэтому приходится закрашивать. Я могу сказать, даже рекламные листовки, рекламы, которые выклеиваются, развешиваются ненадлежащим образом в неположенном месте, тоже практически руками очень сложно снять. Приходится тоже закрашивать. Сотрудники управляющей компании и администрации Самарского района ежедневно обследуют дома и улицы, обнаруживая по утрам от 15 новых граффити. Наказывать нарушителей сложно, но все же возможно. Если поймают за руку, художнику грозит административный штраф. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Марьяна Мирная, Василий Колдашов.